Казанский федеральный университет совместно с Имперским колледжем Лондона и компаниями British Petroleum и Rosneft запустили уникальную программу магистратуры Petroleum Engineering, которая готовит ведущих специалистов в области нефтегазовых технологий. Мы создаем программу с Имперским колледжем Лондона. Этот университет входит в топ-10 университетов в мире в целом. И та программа, по которой мы собираемся проводить двойное обучение, нефтегазовое дело, она тоже в Имперском колледже считается одной из лучших в мире. Мы собираемся отправлять 10 студентов за рубеж. Такое у нас не было реализовано до этого. То есть те программы двойного образования, которые у нас были, это один, два, три студента максимум, 10 студентов впервые мы отправляем. Продолжительность обучения составляет два года. Первый год в Казани, второй год в Лондоне. В случае успешного окончания программы выпускники получат два отдельных диплома – КФУ и Имперского колледжа, а также возможность работать в одной из ведущих нефтенных компаний. Есть некоторые обязанности, помимо возможностей. То есть студент, прошедший успешно год обучения у нас и год обучения в Лондоне, должен будет отработать на Роснефть в течение 3-5 лет. Но над очень важными проектами, которые будут реализовываться в Роснефти, где требуются вот такие квалифицированные специалисты. Студентов ждет достаточно жесткий отбор, который пройдет в два этапа. На заочном этапе будут рассмотрены заявки студентов. Главным критерием здесь является академическая успеваемость, а это значит, что средний балл диплома не должен быть менее 4,5 из 5 имеющихся. Также немаловажным является уровень знания английского языка, который будет оцениваться на очном этапе. Студенты наши, они должны иметь уровень английского языка, достаточный для того, чтобы учиться в Лондоне. Это непросто. Непросто. Чтобы быть конкретным, скажу, что это 6,5 айлэдс в целом с 6 баллами по всем из элементов. То есть по говорению, по слушанию, по письму и по четвертому элементу. Подать все необходимые документы можно до 20 июля включительно. А ознакомиться с заключительным списком группы можно будет на сайте Казанского федерального университета уже 8 августа. Лилия Талипова, Олег Копачаев, Универньюс.